Смотри, если, ну, предполагаем, что ты не земная душа, да, и ты какими-то путями оказался здесь на земле, варианты какие, ты пришел сюда сам работать и застрял, ты пришел сюда как турист, ты пришел сюда обманом, то есть, условно, ты шел воплощаться на землю, чтобы попробовать физический опыт в раю, потому что опыт, который здесь, невозможно нигде в таком месте получить. Даже, знаешь, даже половые отношения с женщиной, когда ты от низменных, плотских отношений и чувств можешь возвыситься до божественного уровня за время одного полового акта, можно сделать только здесь, вот только на земле, а вы этого не цените вообще. Соответственно, когда ты спрашиваешь, где лежит твое тело, ты можешь узнать, что твое настоящее тело просто спит в кривой камере, а твое сознание гуляет здесь на земле, потому что земной период жизни сделали коротким для того, чтобы погружение там, в кривую камеру, было коротким, да, тем более время есть вот в этом виде только на земле. Это специально такая рабская, рабские ошейни, вот эти все года, часы и минуты, это рабские ошейни. Очень вероятно, что может получиться так, что ты был убит на земле в своем настоящем физическом теле. И вот это тело, в котором ты сейчас живешь, это лабораторная спасательная капсула. Она рождается через физическую женщину, но в данном случае женщина это просто искусственная матка. Все. Вот, так что вариантов очень много. Если земная душа, но я сомневаюсь, что это земная душа, то ты в любом случае можешь у земли спросить разрешение, получить опыт в разных мирах, но ты сгружаться все равно будешь в землю, потому что она тебя выделила из своей части.